А вы знали, что 1 декабря отмечается день украшения строптивых? Почему бы в первый зимний день не пересмотреть одноименный фильм с великолепными Адриану Черентано и Арнеллой Мутти? Картина буквально разлетелась на цитаты и мемы. Это сильные новости, рубрика Короче. Поехали! Стало известно, когда белорусы будут отдыхать в новогодние рождественские праздники. Но если быть точным, то до Нового года нам дополнительных выходных не светит. А все потому, что католическое рождество, которое отмечается 25 декабря и является выходным, в этом году выпадает на субботу. Как раз таки с пятницы и на субботу прозвучат новогодние куранты. На работу пойдем 3 января. Единственный дополнительный выходной будет на православное рождество, которое отмечается 7 января. Этот день как раз выпадает на пятницу. А в Гомеле на спортивной детской площадке на юбилейной похозяйничали вандалы. Городок появился там всего 3 месяца назад, но уже сейчас кто-то, применив недюжую силу, сумел повредить стальную конструкцию на тренажере лыжи. Кроме того, пострадало и ограждение. На площадке для игры в мини-футбол всего пострадали примерно 30 секций по всему периметру площадки. Что интересно, в вечернее время городок очень хорошо освещается. А совсем рядом, недалеко от бывшего ДК Випра, установлены множество видеокамер. А в Гомеле покупатель не дождался продавца и попытался вынести корзину с продуктами. Это произошло 27 ноября. На видео видно, что покупатель складывает продукты в корзину и направляется к выходу, минуя кассу. Его попытались задержать охранники, но тот набросился на них с кулаками. Гомельчанина скрутили сотрудники департамента охраны. Что ему светит, не сообщается.